сегодня 18 августа 2020 года дача на южной крайне симферополя всем привет из солнечного крыма хочу похвастаться что мне родилось в этом году из помидора на одном поливе на воде без подкормок ну а тема сегодняшнего видео очень простая результаты омоложения штамбов покажу свои опыты ну и как следствие этот результат и опыт позволил мне сразу бить двух зайцев то есть я еще коснусь ко всему тему прививок проще всего конечно омолаживать кусты вот пошел пятый или шестой год омоложенному штамбу который вырастил я на месте кустов здесь было четыре вот таких ствола достаточно толстых дерево было взросло они были выпилены и из сильных стволов был выбран один штамп выращен ну и вот сейчас в дальнейшем я немножко потихонечку восстанавливаю здесь куст попутно выращиваю отводки здесь вопросов нет все очень просто со взрослыми деревьями наверное не все так просто вот очень сильный высокорослый сорт это какой-то северный сорт орех небольшой но зато хорошо дает урожай более 6 килограммов сырого ореха собрал я в прошлом году с него такой не хлопотливый сорт три года назад два с половиной я решил сделать опыт в омоложении пожертвовав одной скелетной веткой вот увидите по толщине она была примерно такая же как и вот все остальные но вы увидите за три года насколько сильно ушли эти скелетные ветки вперед ну так вот обрезал я здесь здесь была такая культя сейчас я вам ее покажу видите вот культя и вот сюда я начал только по технологии омоложения выращивать побег но не за два года очень не понравилась сила роста всего этого дела и я понял что дерево в принципе наверно все соки пустил он оставшиеся три ствола а вот омоложенный пошел по остаточному принципу и я понял что если омолаживать штамбы то нужно омолаживать их сразу все то есть обрезать вот так вот делать все культи и тогда силы будут наверно равномернее распределяться и будет лучший результат но сейчас покажу такой такого рода опыт вот обычная история покупал трапезонт продали не трапезонт не скажу что орех слишком плохой где-то два с половиной грамма был орех но решил я пожертвовать им на опыты вот четыре культи были поставлены на четырех скелетных ветках и за год он дал очень много поросли очень много было и поросли и именно побегов вот отсюда многие я убрал потому что сила роста была настолько сильно что они не успели не успевали стать твердыми и просто клонились как трава их я потом впоследствии убрал вот из каждого получил вот такие вот приросты опыт я считаю очень великолепный потому что отдельные приросты достигли полутора метров этого сорта ну и вот как следствие можно убить двух зайцев первое я получил опыт в омоложении штампов результат великолепный и второе можно использовать эти приросты однолетние для прививки на них более ценных сортов вот что я и сделал у меня здесь разные сорта привита привиты я себе естественно все записал где что привита буду оставлять под два по две ветки на каждой культе здесь конечно больше ну наверное я удалю лишний одну ветку я ставлю без прививки мне интересно будет понаблюдать как изменится орех после омоложения штампа те-то орехи я помню они у меня еще есть даже в запасе а здесь у меня привиты разные сорта мы пока называть не буду привил я прививальщик из меня очень опасный вот поэтому я на всякий случай привил где-то по 5 где-то по 10 глазков окулировал мне достаточно будет если хотя бы один из них у меня приживется поэтому если у вас есть либо пересорт либо сеянцы которые вас не особо радуют вот схему я вам дал вот штамп вот скелетные ветки делаете культи по 30 сантиметров за один год вы вырастите сильные побеги и на годовалые приросты привьете получите вот такой великолепный результат вот еще одним наблюдением поделюсь посадила здесь фундук но вот стройка у меня началась и так получилось что пришлось мне начинать стройку рядом с этим фундуком что я сделал его просто-напросто вот так вот отвел видите насколько его увел его больше чем на метр просто пригнул при закрепил веревочкой колышек и вот он пошел расти в нужную мне сторону я вам больше скажу если бы мне нужно было отвести больше я бы на второй год выросший побег мог еще также пригнуть в ту сторону в ту сторону мне уже некуда там забор вот принимательное вооружение метод вода фундука в нужную вам сторону кстати это тоже оказался не лучше сеянец скорее всего я буду с ним проводить через год-два те же опыты по перепрививке что я вам и показывал только что вот садовые культуры например груши я перепрививал под кору то есть срезается на пенек и потом под кору прививаются разные сорта но с фундуком я пока такого не проделал мне кажется у него немножко более тонкая кора не знаю получится так или не получится но вот пока что я остановился на окулировке вот и мне еще более молодые сильно рослые сеянца то здесь та же самая картина такая же короткая обрезка скелетных веток выращивание годовалых приростов и на них с запасом прививаются разные сорта один да приживется вот один а вот здесь 2 я пока еще здесь не закончил прививку подбираю сорта на сегодня все всем добра и мира в привет из солнечного крыма